Грети Эммануил! Какие величественные слова и состояние сердца! Мир вам, дорогая церковь! Пачи вову! Совсем мало, но наши есть. Вам искренне такой сердечный, горячим вас не удивишь в Калифорнии, но сердечный привет от Сестринской церкви в городе Бельце. Ее зовут Вифания. Прекрасное имя у нее. Мы немножко меньше вас, но мы немножко старше вас. Нам в этом году исполнилось всего 105 лет, и мы благодарим Бога за этот путь, который Бог позволил пройти по местной церкви Вифания в городе Бельце. Мы приветствуем вас и хотим оставить вам короткий текст, один из любимых моих текстов, записанных Святым Апостолом Павлом в Филиппийской церкви. В первой главе, 27-й текст. Только живите достойно благовествования Христова. Аминь. И как хочется не только проповедовать, не только знать, во что мы верим, но и жить тому или тем, во что мы верим. Следовать тому, что исповедуем, во что уверовали. Аминь. Помоги нам, Господь. В этом, да, наша церковь чуть-чуть меньше, около 800 членов. Но мы нежадные, мы делимся с другими церквями. И в вашей церкви есть члены, бывшие члены нашей церкви. Даже с служителями делимся. Благословляем таков путь жизни человека на земле. Когда-то, в начале 90-х, я слышу проповедь, когда был очень сильный поток эмиграции. Проповедник из Германии проповедовал. И говорит такую фразу, братья и сестры, Господь обязательно придет и будет искать плода на вас там, где Он вас посадил. Пошел дальше в этом размышлении, а я сидел и думал. Ну, кого-то же Господь пересаживал. Авраама пересадил. Иосифа пересадил. Других пересадил. Я хочу сказать, что Господь будет искать на тебе плода там, где ты сегодня живешь. Где Он тебе позволил сегодня странствовать по земле. Принимать решения, делать выбор. И самое главное, что ты думаешь о Нем. Самое главное, что ты хочешь, что ты спешишь делать ради Него. Аминь. Пусть Бог благословит вас. И время, которое я хочу провести с вами, считаю временем благословенным, считаю большой привилегией для меня, во-первых, от Господа. Что может быть прекрасней? Что может быть значимей на земле, чем представлять Бога? Каким делом можно было бы заниматься на земле столь значимым и важным? Какое открытие можно было бы сделать? Чего можно было бы достичь в положении в обществе более, чем быть Детем Бога? Более, чем представлять на земле Творца Всевышнего? Думаю, что тема, которую сегодня Бог положил мне на сердце делиться с вами, я верю в то, что это тема, которая поможет как и мне, так и каждому из вас немного серьезней переоценить свою роль, свое место и свою ценность на земле. Нет, не потому, что ты еще молод, у тебя силы есть, не потому, что ты чего-то достиг в этой жизни, не потому, что тебя знают очень многие, а лишь потому, что тебя знает Бог. Ценность человеческой жизни. Примерно так звучит тема нашего размышления. Ценность человеческой жизни. Основание текста я прочитаю. Первое послание святого апостола Петра. Первая глава 17 текста и ниже. Первая Петра 1, 17 ниже. Если вы, говорит апостол Петр, называете отцем того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для нас. Аминь. Я думаю так и наблюдаю, что вопрос ценности человеческой жизни, он интересовал человека от самого начала бытия человека на земле. Люди задавались вопросом, какова же ценность? Сколько же можно заплатить, чтобы жизнь человека осталась в продолжении на этой земле странствовать? Что можно было бы отдать? Я когда размышлял на эту тему, я подумал, хочу и тебе предложить задуматься об этом. Если бы сегодня ты от Господа услышал этот вердикт или это решение, дни твои сочтены и нужно поставить точку, подобно, как он сказал Иезекий. Задумайся, если бы тебе было предложено Богом продлить еще на один год жизнь, либо сейчас точка, сколько бы ты за этот год отдал бы из того, что ты нажил за жизнь? Я, наверное, все бы отдал. Не сомневайся, ты бы тоже все отдал, чтобы еще год продлился. И неважно, сколько бы у тебя было. Но вся проблема или весь вопрос в том, что мы с вами ничего не можем дать, ничего не можем дать, чтобы продлить один день нашей жизни. Некоторое время назад известный мирового масштаба человек Стив Джобс, один из основателей компании Apple, уходит из жизни всего лишь 56 лет. Мультимиллиардер от рака поджелудочной железы. Ничего. Ничего не смог человек дать из своего состояния, чтобы продлить еще на год, еще на неделю. Я не останавливаюсь на биографии этого человека, известная личность, но хочу, чтобы мы с вами еще раз подумали и задумались о ценности нашей с вами души, нашей с вами жизни, как высока цена жизни нашей с вами. Я убежден в том, что немного ближе, немного реальней оценку нашей души с вами способен дать человек, только переживший духовное рождение. Человек, который немного ближе, немного яснее познакомился с тем, кто дал жизнь, тем, кто образовал тебя и меня, тем, кто определил твое и мое бытие на этой земле. Только такой человек способен дать немного-немного реальней оценку своей жизни или жизни вообще. Заметьте, что враг человеческой души пытался дать свою оценку человеческой душе. Однажды в разговоре с Владыкой Всевышним, говоря об Иове, рассуждая об Иове, книга Иова 2, 4, 2 глава, 4 текст, такие слова звучат. «И отвечал сатана Господу и сказал кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть». Конечно, дьявол предполагал, что он прав, но он был не на 100% прав. Он не был до конца прав, потому что Иов за свою жизнь готов был остаться верным Богу, несмотря на то, что все потерял. Вот где более реальная оценка жизни произошла. Когда у человека ничего не остается, а остается только Бог, тогда человек скажет, «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он мою жизнь, мое тело, распадающееся сегодня, в свое время, в свой день восстановит и вернет, потому что цена этой жизни вечность, аминь, ты знаешь, что цена твоей жизни – это вечность, это вечность с Богом, это вечность с Богом». Множество людей, уходящих из этой жизни, имеющих состояние куда больше, может быть, чем все вместе взяты наше, готовы были бы отдать, готовы были бы заплатить, чтобы что-то продлить. Но Господь говорит, что мы все куплены самим Богом, Сыном Божиим, Иисусом Христом, не тленным серебром или золотом, но драгоценную кровью Иисуса Христа. Мы искуплены, Слово Божие говорит, от вечной суетной жизни. Что это за суетная жизнь? Это жизнь без Бога. Эта жизнь наполнена суетой, жизнь наполнена тревогами, жизнь наполнена бессмысленностью, бесцельностью. Вот такая жизнь. И это не просто бессмысленное странствование по земле. Это ужасная вечность. И об этом, говорит апостол Петр, мы искуплены от вечной суетной жизни. И там, за порогом времени, это не просто тревога. Это не просто бессмысленность. Это неописуемо печальная, нет, ужасная вечность. И ценность нашей души заключается в том, что от всего этого мы с вами искуплены, потому что мы стали родными Богу. Нет, друзья, мы стали не просто родными, мы стали частью Бога. Мы стали частью Бога. То есть ты сегодня частичка Его тела, Его церкви. Он является главою, а ты частица этого тела. Слава нашему Господу! Вот ценность жизни твоей и моей. И искупление или избавление от вечной суетной жизни гарантирует нам с вами, самим Богом, обитание в присутствии Бога. Вечность в присутствии Бога. Как высоко, как значимо. Хочу обратить сегодня наше внимание, остановить наше внимание на некоторых, я называю это дары благодати Божьей. Дары благодати Божьей, благодаря которым определяется ценность твоей души. Один из первых даров благодати Божьей, о чем говорит Священное Писание, евреям 9 глава, с 11 текста и ниже, евреям 9, 11 и ниже. Но Христос, первосвященник будущих благ, прийдя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но с кровью Своею, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление наше с вами. Друзья мои, первый такой дар благодати Божьей, который придает тебе неопределимую человеческим умом ценность, это искупление Божье. Это за тебя и за меня уплачена цена самим Богом. Уплачена цена Сыном Божьим, Иисусом Христом на Голгофском кресте. И мы с вами сегодня, даже будучи возрождены, не способны до конца оценить этой жертвы, но в меру нашего понимания, которое Бог дает человеку сегодня на земле, человек способен в это поверить и этому последовать и это наследовать. Искупление вечное. Слава нашему Богу! Искупление вечное тебе дает цену, которую мир на земле не способен завладить. Да собери все золото мира, собери все деньги этого мира. Нельзя заплатить за спасение одной души человеческой, потому что цена нашего искупления – это кровь Иисуса Христа. Это жертва Иисуса Христа. Когда мы с вами от наших прародителей унаследовали греховную природу, знаете, проблема человечества как раз и заключалась в том, что мы были разделены с Богом грехом, когда грех, когда грех независимо в какой форме, независимо в каком образе, независимо в каком сердце приближается к Богу, святость Божья все уничтожает, все порочное уничтожает. И мы с вами были уничтожены святостью Божьей, потому что наказание или возмездие за грех – что? Смерть, говорит Библия. И когда человек приближался к Богу, не пережив искупление вечное, он был уничтожен или он уничтожался святостью Божьей. Но в Иисусе Христе нам подарено вечное искупление. И это подарило тебе и мне право приближаться к святому Богу и испытывать благословение уже здесь, на земле. Благодаря лишь любви и милости Божьей, благодаря пролитой крови Христовой, мы с вами искуплено за эту свободу, за это благоденствие уплачена очень высокая цена. Цена нашей жизни – это не миллионы, это не миллиарды. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданная вам от отцов, но драгоценную кровью чистого и непорочного агнца. Существуют, знаете, разные суждения в богословии. Кому, за что и кто заплатил. Слово «искупление» – оно взаимствовано из торгового лексикона. Искупить – это надо что-то заплатить, сумму отдать, взамен что-то получить. Правильно? Вот такое слово использовано в вопросе нашего спасения. Когда возникает вопрос, кто искупил? Христос искупил. Кого искупил? Те, кто оказались виновны, грешны, заслужили смерть и сами по себе не способны решить свою проблему. А кому заплатил? И здесь вопрос. Где-то в богословии бытует такое понимание, что Христос уплатил врагу душ человеческих. Ужасная ложь, ужасное заблуждение. Наш святой и абсолютно суверенный Бог никому никогда ничего не должен. Только Ему все должны. Ему все обязаны. И мы не находим другого объяснения, другого понимания, как искупление, совершенное Христом. Плата, совершенная Христом на Голгофском кресте, совершена была, осуществлена была лишь самому себе. А более точнее, плата совершена была святости Божьей. Плата совершена была святости Божьей, потому что святость Божья уничтожала греховного человека. Но уплаченная цена святости Божьей милует человека и поднимает его из этого состояния греха и порочности. И делает нас новым творением во Христе Иисусе. Слава нашему Господу. Мы с вами спасены. Мы с вами искуплены от светной жизни. Это ценность твоей души. Это ценность твоей жизни. Еще один дар благодати Божьей, на который очень важно обратить внимание. Благодаря этому искуплению мы пережили еще один дар благодати Божьей. Это примирение с Отцом Вечности. Это примирение с Богом, с которым произошла вражда. Произошло разделение вследствие грехопадения. Все люди согрешили, говорит Павел, и лишены славы Божьей. Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5.10. Римлянам 5.10. Павел скажет эти слова. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Аминь. Воскресение Христа, совершенное для спасения нашего, дает нам право знать и быть уверенными, что Ты и я примирен с Богом. Уже нет вражды между нами. Уже нет пропасти, нет преграды, которую разрушил Спаситель наш. Мы примирились с Богом. Я думаю, что каждый из вас в той или иной мере переживал горечь, горечь какого-то предательства, горечь обиды, нарушение мира. Возможно, друг предал, возможно, нарушился мир с братом, с сестрой, возможно, нарушился мир с родителями. А что греха таить, как часто рушится мир между самыми близкими людьми, муж, жена, нарушается мир и так горько, и так больно, не просто до слез. Люди теряют какой-то смысл жизни. Люди находятся в состоянии вражды или потери мира с близким человеком и не видят смысла на этой земле жить. Но потеря мира с Богом – это не просто разочарование и горечь. Потеря мира с Богом – это потеря вечности. Потеря мира с Богом – это проблема вечности. Именно эту проблему разрешает Христос. И благодаря искуплению на Голгофском Христе мы с вами примирились со Христом. Мы примирились со Христом вследствие Его воскресения из мертвых. И ты воскрес, и ты имеешь будущность и имеешь надежду. Заповедь Иисуса Христа, которая говорит о приобщении к Его телу. Которая говорит, что мы с вами являемся частью. Я думаю, что в этом еще одно благословение, когда мы исполняем заповедь Божью, оставлено на страницах Библии, когда мы имеем такой регламент, такую регулярность ежемесячно, видим знаки нашего спасения. Ломим мы хлеб, плод виноградный. Берем, вкушаем, и написано, причащаемся от этого, да? И в этом тексте апостол Павел скажет, что мы многие одно тело. Мы многие символизируем из себя одно тело, потому что причащаемся, потому что приобщаемся к одному хлебу. Это очень серьезно. Это очень глубоко. Стать частью этого тела. Это то необъяснимое человеческим языком примирение с Богом, мир с Богом, отношение с Богом. Вот цена твоей души или твоей жизни, уплаченная самим Богом. Друзья мои, не только искупление вечное, не только дар благодати Божьей, примирение, дает нам эту ценность человеческой души, которой мы с вами являемся. Еще один дар благодати Божьей, который мы получили вследствие искупления вечного, вследствие примирения с Богом, это необъяснимое право, необъяснимое право находиться, быть и жить в присутствии Бога. То, о чем он упомянул немного раньше. Человек потерял это право. Человек лишился этой возможности приходить в присутствие Бога. Он лишился возможности обращаться к Богу, потому что его святость тут же уничтожала человека, потому что в нем грех был. Но искупленный человек, искупленная душа, обретая такую ценность в крови Христа, примирившись с Богом, получила это право приходить в присутствие Бога. Евреям 10 текст. Послушайте такие слова. 10 глава, 19 текст. Евреям 10, 19 ниже. Итак, братья, «Имея дерзновение», то есть смелость, послушайте, «Имея дерзновение входить во святилище посредством чего? Посредством крови Иисуса Христа, мы получили это право входить во святилище, то есть присутствие Бога, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу». Какую завесу? Через плоть свою и имея великого священника над Домом Божьим Иисуса Христа. Нам с вами подарена эта привилегия. Большинство людей на земле не получили этой привилегии. Но верующий в Иисуса Христа, переживший искупление вечное, переживший примирение с Отцом Небесным, получил это право приходить в присутствие Бога. И всякий раз, когда ты обращаешься к Богу посредством Иисуса Христа, ты находишься в Его присутствии. Аминь. Это присутствие дает тебе уверенность в будущем и ценность твоей души, ценность твоей жизни. Ты уже не уничтожен святостью Божьей. Ты уже не находишься под наказанием. Ты не находишься под осуждением, но находишься оправданным и искупленным от вечной суетной жизни. Вот ценность твоей души. Слава нашему Господу! Это великая привилегия. Апостол Иоанн скажет эту истину в Евангелии от Иоанна в первой главе, в первом, в двенадцатом тексте и тринадцатый текст. Удивительные слова. Евангелие от Иоанна 1, 12, 13. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть, дал власть быть детьми, быть чадами Божьими». Ты слышишь, брат и сестра? Ты получил право, дал право не называться, а быть. Называются многие. Называются многие сегодня, окружающие нас люди, где-то за Христа, где-то со Христом, где-то возле Христа. Но называться и быть дитем Божьим дает право только Иисус Христос в крови Его и в искуплении Его. 2 Петра 1, 3 текста и ниже. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Братья и сестры, все. У нас с вами есть все необходимое, чтобы жизнь наша находилась в том состоянии, которое приятно Богу. Нам с вами даровано все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славой и благостью, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования. Нам с вами дарованы великие и драгоценные обетования. Для чего? Чтобы через них мы соделались причастниками Божьего естества. Вот ценность твоей жизни. Через эти обетования мы с вами стали частью Иисуса Христа. Мы стали частью Бога нашего, спасения нашего. Вот ценность твоей души. Нам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы через них мы сделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь, немножко реальность его не переоценив. Твою ценность нет, независимо от того, кем ты являешься в этом обществе. Нашу ценность в зависимости от того, кем ты являешься во Христе, кем ты являешься в Иисусе Христе, отдавшим себя за тебя на Голгофском Христе. Вот реальная ценность твоей жизни, моей жизни. Искупление вечное. Искупление вечное даровано тебе и мне, дающее право вернуться к Богу и провести не сто лет, а вечность присутствия Бога. Мир с Богом или примирение с Богом дает тебе это право вернуться к Богу и жить уже на земле в присутствии Бога. Нам даровано это право Иисусом Христом. Да, эта завеса разорвана была там, на Голгофском кресте, посредством Его пронзенного тела. Разорвана завеса, дающая право всякому верующему приходить в присутствие Бога и быть частью Бога. Вот ценность твоей души. Помоги нам, Господь. Помоги нам, Господь, удаляться, удаляться от господствующего в мире растления похотью, но приближаться и приближаться и приобщаться к этой святости, которую Бог сегодня хочет и готов одарить всякого уповающего на Него. Это ценность твоей и моей жизни в Иисусе Христе. Аминь. Поклонимся ему в наших молитвах, кто желает, пожалуйста. Святый и праведный, превознесенный, возвеличенный, Бог, на Которого уповает душа наша, Спаситель наш Иисус Христос. В это утро мы вновь объединяемся в этом большом желании, в этом сокровенном желании, Господь, быть этой частью тела твоего, Господь, хорошей, достойной, красивой частью, которая не причиняет тебе раны, которая возвеличивает это тело, которая возвеличивает своего Спасителя и Бога, души своей, Господи, помоги нам в этом. Помоги нам быть здоровой частью тела, которое созидает это тело, которое взращивает это тело, которое делает это тело более и более совершенным. Помоги нам быть таковыми членами церкви твоей. Помоги нам, Господи, жить на земле и мечтать о небе. Это Ты. Это Ты, цена нашей жизни. Что может быть дороже? Тебе слава, Тебе поклонение, Тебе аллилуйя наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благослови вас, Господь.